Донбасс 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 Помогать Марине пришли соседи, посовещались и решили, восстанавливать дом бесполезно, придется строить заново. Помогают, разбирают то, что осталось от дома, сносят, выносят мебель, то, что уцелело, вещи. Я не знаю вообще теперь, как жить. Мы во время бомбежек, если успеваем, затаскиваем детей в подвал. Если успеваем, слышите опять? Вот еще одна соседка Марины, она не представилась, показывает вместе с детьми свое импровизированное бомбоубежище. Рядом с Топчаном мешок картошки, чтобы мягче было падать. Когда я бегу, я ее первую туда толкаю, а ее там никто не может принять. А мой ребенок второй стоит за мной, и муж сзади. Я, получается, вот так вот ее опускаю, и там куда она уже упадет, вот это вот мы успеваем так слазить. Конечно, те стали, стреляют, а им так, что им страшно? Да ничего, не стрельнули, и все. А нам-то? Вот у ребенка, она скоро заика станет. Местные подтверждают, в этом районе иногда появляется боевая техника сторонников самопровозглашенной Новороссии. Данил вот собрал на полях небольшую коллекцию. Детонаторы. Сграда? Да. Где поломанные, где целые. Детонатор срабатывает, наряд улетает, а это все, он все в порохе еще. Однако украинские силовики обстреливают портал каждый день, что называется на всякий случай, независимо от того, есть здесь вооруженные люди или нет. Вы только скажите, с каких пор мы стали сепаратистами? У меня 45 лет трудового стажа, я работала на этот Киев, я заработала тысячу гривен пенсии несчастную. Не надо нам никого обвинять, ни ополченцев, не надо ни Киев обвинять. Вы делаете то, что вы говорите, вы сказали перемирие, где оно. Мы все надеемся на это, мы ходим спокойно по улицам и вдруг летит. Каждый день перемирие приносит новые разрушения и новые жертвы. Жителю этой квартиры повезло. Его не было дома, он в магазин ходил. В этом доме также пострадало только имущество. Кухня, ванна, ее просто нет больше. А в этом районе есть убитые. Работал миномет 120-й, 4 120-й. Мина приземлилась 1,8-я. Погибло три человека. На неделе в городе полностью сгорел колхозный рынок. Это был магазин. Ой-ой-ой. Мясные лавки всякие. Да, сгорели. Вот она еще все дымится. В очередной раз под обстрел попала школа. Там эти пробил снаряд. Вот кусочек крыши. Такое впечатление, что жители Донецка уже начали привыкать к этому ежедневному кошмару. Когда летят мины или снаряды прячутся, а на автоматной очереди уже и внимания не обращают. Вот характерный эпизод снял китайский репортер. Тем не менее, город пытается наладить жизнь. Общественный транспорт, например, работает без перебоев. Бензин в дефиците и большинство водителей используют газ. А пассажира много или стало меньше? Очень мало. Очень мало. Многие продуктовые магазины закрылись, хотя в этом неожиданное изобилие. Горькое напоминание о благополучных днях. Молочная продукция в полном ассортименте. Колбасы. Мясо. Все есть. Вот только покупателей мало. Зарплаты и пенсии не платят по 2-3 месяца. У людей проблемы с наличными деньгами спасает гуманитарная помощь. Рыба к рыбе. Ну что там кто есть, есть организатор? Идею киевских властей предоставить восточным районам Украины особый статус в Донбассе восприняли неоднозначно. Мнения жителей разделились. Сейчас затрудняюсь ответить на этот вопрос. Готовы ли я жить в такой стране в Украине? Я просто не верю в доброту украинскую такую, что они пошли на уступки. Просто не верю. За этим что-то стоит, мне кажется. И это не кончится. В ближайшее время однозначно. В составе Украины с особым статусом. Ну хорошо, главное, чтобы войны не было. Вот что я думаю об этом. А вот представители самопровозглашенной Новороссии куда более категоричны. Вот, возможно, там будут какие-то пункты, которые мы готовы обсуждать. Ну то есть это та точка, к которой мы можем упереться. Но то, что основная часть документа, которая предполагает политическое сохранение нас в поле Украины, она, естественно, неприемлема. Власти самопровозглашенных республик перемирие, каким бы оно ни было, пытаются использовать по максимуму. Восстанавливают пути, коммуникации, уничтожают неразорвавшиеся снаряды. А здесь таких тысячи. А также укрепляет защитные сооружения. В прочность нынешнего мира не верят. Думаю, очень скоро закончатся перемирие. Мы их очень сильно ждем. Они всегда первыми нападают. Всегда первыми, всегда неожиданно. Это они так думают. Среди сторонников самоопределения есть и добровольцы из-за рубежа. Домой они уезжать не торопятся. Вот сербы на футболках надпись. Косово – это Сербия. А вот и француз зовут Николя. Убежденный революционер. Здесь население, которое бомбят каждый день. Но они продолжают верить. Они уверены, что завоюют независимость для своей земли. А вот и свежие кадры от полевого командира, известного как Моторола. Он проверяет на своем бойце новый бронежилет. Роман Никифоров, Надежда Уткина, Марсель Нажминдинов. Программа «Вместе». Роман Никифоров, Надежда Уткина, Марсель Нажминдинов.